приветствую друзья вас на канале не вам сам я денис волков амстердам сегодня хотелось снять видео о толкателе материалы циркулярной пилы когда мы приобретаем какую-то машину циркулярную пилу или ленточную пилу в комплект входит вот такой толкатель первая проблема заключается в том что мы сделаны из пластмассы девушку когда такой толкатель попадает под зубцы пилы то во первых разлетаются осколки в разные стороны и мне даже два раза залетела в лицо такие осколки от такого толкателя ну и во вторых это создает неприятное ощущение потому что создается с эффект шока и не всегда знаешь что делать и поэтому если у вас такой есть толкатель и вы можете просто перевести его на использовал как шаблон и привести его на фанеру или какую-то деревяшку в общем на другой мягкий материал лучше всего дерева и а этот шаблон или выкинуть и или просто храни его как шаблон ваше внимание предлагает другой вариант толкателя он выглядит вот так он кажется он слишком странные но смысл его и форма была взятой от японской танфы танфа это японское оружие а первоначально это было инструмент ремесленный инструмент японских крестьян потом стал оружием и нам часто известно как полицейская дубинка рассмотрим толкатель поближе состоит он из двух частей ручка и сама толкатель ручка ручка имеет форму ручка от рубанка наиболее до эргономичная форма крепится тремя шурупами к толкателю сделана из двойной фанеры по 15 миллиметров передняя часть более шире задняя часть более короче вторая часть это сам толкатель в начале сделано паз для то для толкания наиболее используемой мной материалы это 18 миллиметров то есть сама толщина высота вот этого толкателя примерно 17 миллиметров по высоте и сзади упор тоже толкатель упор но для материала который я наиболее чаще мне используется то 6 миллиметров то есть упорчик у меня здесь и 5 миллиметров ну и подклеены просто резина это для того чтобы лучше сцепление было не скользил он по материалу это все понятно но эти отверстия сделано для того чтобы просто облегчить чтобы по весу она была очень легкий это толкатель не чувствовался принцип этого толкателя лежит пример в применении рычага в момент толкания материал можно толкать как передней частью так и задней частью вы наверное знаете что когда вы пилите материал то когда материал проходит через пилу то задняя часть материала хочет подниматься наверх потому что зубцы его пытаются поднять наверх и это доставляет большое неудобство при пилении хочется как-то прижать его и в то же время пальцы и что-то не не ставить когда пила работает за счет рычага когда мы толкаем наше давление идет по диагонали то есть получается же когда мы толкаем не только вот этим задней части но мы также толкаем всей плоскостью и прижимаем этой частью наш нашу деталь от поднятия наверх и так мы сопровождаем этот весь материал донус до самого момента когда он полностью по пропилен у меня высота этого толкателя была сделана так что даже когда я я буду проходить самый тонкий вариант мать и материал скажем там три четыре миллиметра буду проходить и даже если у меня пила будет стоять на на максимальной высоте хотя это редко бывает но тем не менее сейчас у меня стоит пила на самого высого сна на максимальной высоте то находясь когда рука находится наверху за ручкой то даже если какие-то колебания или что-то происходит все равно у меня рука не попадет под пилу потому что она находится вне зоне пилы и она как бы и у него она не опустится ниже еще одна есть особенность у этого толкатель это тем что за потому что опять же из-за присутствует этого рычага мне вас есть возможность при пилении прижимать свою заготовку к упору то есть если когда когда я пилю материал то у меня толкатель идет не прямо сейчас покажу вот как то что нет не вот так вот прямо идет вдоль толкателя а немножко чуть-чуть по диагонали и когда я иду виду материал то я за счет вот этого рычага и наискось я прижимаю одновременно прижимаем материал кто параллельному упору тем самым я слежу за тем что у меня во все процессе всего пиления во всем процессе материал все время прижимается к упору потому что когда пилим какой-то материал скажем натуральное дерево то есть у него свойство такое что все-таки он хочет пила его начинает двигать этот материал на себя и начинает как бы отодвигать от от упора конечно при этом используется нож клин но я им практически не пользуюсь я использую другой клин дополнительный который я сам себе сделал и у меня просто увеличивает площадь пропилена материалы поэтому мне материал идет до самого конца по одной линии но сейчас вам покажу просто как это работает у меня есть На этом я заканчиваю видео и до скорых встреч.